Как бы вы не понимали успех, как бы вы не формулировали, вам нужно понять, что на пути к нему придется столкнуться с препятствиями. И нужно знать врага в лицо и знать, как эти препятствия обойти или преодолеть. Кстати, напоминаю, что актуально мое приглашение на онлайн-интенсив «5 ключевых навыков будущего». Заходите, смотрите, учитесь, добивайтесь большего. 7 препятствий, которые выявлены статистически и расположены в порядке убывания силы воздействия. Вы не обязательно столкнетесь с ними в таком порядке, но первое точно ждет вас в начале пути. Препятствия на пути к успеху – это расположенность целей. Большинство людей не может внятно сформулировать, чего они хотят, как это должно выглядеть, какие должны иметь черты так, какие-то абстрактные богатства, какая-то абстрактная карьера, какое-то абстрактное счастье, какие-то дома на берегу моря. Ничего конкретного, ничего внятного. Так уж мы устроены, что ретикулярная формация нашего мозга обслуживает только доминанту и только когда она обозначена четко. Мы не можем бояться абстрактного, мы не можем стремиться к абстрактному. Нам, чтобы действовать, нужно понимать, к чему конкретно мы идем. Поэтому уточните свою цель, привяжите ее к конкретному времени, месту, дайте больше параметров, которые вы опишете. Второе препятствие – это ожидание быстрых результатов. Многие люди верят, что можно похудеть за неделю, выучить английский за месяц или что-нибудь в этом духе, и поэтому не предпринимают ничего в ожидании, что они найдут эту волшебную технологию. Многие этим пользуются, и поэтому довольно часто в рекламе можно встретить вот эти обещания. Английский за месяц, похудеть за месяц без возврата к прежнему весу. Все это либо не происходит без последствий, либо не оправдывает ожиданий. Если вы потихонечку, шаг за шагом будете приближаться к поставленной цели, если вы будете строить свой успех постепенно, ежедневно что-то в него вкладывая, ну посмотрите сами, ну полчаса английского в день, ну полчаса там можно найти. Ну хорошо, не каждый день, но 5 дней в неделю можно найти полчаса. Вы скажете, да что там полчаса, но полчаса лучше, чем ничего в ожидании, когда вы найдете волшебную технологию, не так ли? Если вы будете уделять своим детям полчаса в день, ой, всего полчаса. Да, полчаса, но не отвлекаясь на гаджеты, не отвлекаясь ни на кого другого, просто поговорить с ребенком. Это колоссальное время в конечном итоге. Окажется так мало. Нет, когда-нибудь рано и поздно, я возьму ребенка, повезу его куда-нибудь там в Диснейленд на 2 недели, ну и так далее. Этого никогда не происходит в конечном итоге. Третья причина – боязнь новых ситуаций. Да, во всем новом есть зерно угрозы какой-то, причем угрозы неявные, непонятные. И многие люди боятся нового, избегают изменений, сохраняя статус-кво, то, что есть. Сами понимаете, что если вы будете ценить то, что достигнуто больше, чем то, что вам предстоит достичь, никакого движения вперед не будет. Поэтому, да, новые ситуации возникают, да, безусловно, они могут в том числе осложнить вашу жизнь, но нужно двигаться вперед, невзирая на это, если вы хотите реально прийти к тому успеху, который вы сами себе сформулировали. К этому препятствию примыкает препятствие следующее – боязнь проблем. Это разве не одно и то же? Новая ситуация – не обязательно проблема. Люди боятся новых ситуаций, даже если ситуации не сулят проблем. Они просто боятся, что они не смогут там понять, что им делать, принять решение. А проблема – это уже что-то четкое, очевидное, конкретное. Могут ли прийти проблемы в вашу жизнь, если вы примете решение по существенному изменению в вашей жизни? Конечно. Конечно, они будут. Признайте это как факт и двигайтесь. Будете решать проблемы в порядке их поступления, как Жванецкий шутил. Пятое препятствие на пути к успеху – это боязнь суждения. Вот это важная штука. Мы – существа социальные. Нам необходимо одобрение нашего окружения. И когда вы двигаетесь к успеху, казалось бы, все должны вам руку плескать, потому что, ну как молодец, человек к успеху идет. На самом деле, тот успех, к которому вы стремитесь, и способ, к которому вы стремитесь, могут вызвать осуждение. Довольно часто для того, чтобы продвинуть себя, свою услугу, продукт, нужно вести активность в социальных сетях. И что греха таить, есть такие форматы, при котором вам, может быть, неловко перед вашими близкими, что они это увидят, как вы там себя представляете, что вы снимаете. Я слишком пускаю в личную жизнь. Это тоже может кто-то осудить, кому-то может не понравиться. Реклама, которую я использую, деньги, которые я зарабатываю, образ жизни, который я веду. Найдется кто-то, кому это не понравится, кто-то, кто это осудит. Я ушел из найма, сделал бизнес. Мама была в шоке, мама чуть не умерла. Мама сказала, через мой труп ты что, с ума сошел? Тут все так стабильно, ты же делал такую карьеру, как же ты мог? Все это в нашей фантазии проигрывается, даже если мы еще не предприняли никаких шагов. Боясь получить осуждение окружающих или насмешку. Всякое бывает. Причина шестая – неверие в собственные силы. Мы довольно часто, да нет, не довольно часто, мы всегда занижаем свои возможности. В конце 19 века, когда семимильными шагами шла по миру индустриализация, собственники предприятий задумались, а действительно ли рабочие работают на полную катушку? Действительно ли максимально эффективно или можно добиться большей эффективности? И специальным консультантам они заказали выявить это. Консультанты выявили, что рабочие сами думают, что они работают на максимум, а на самом деле они могут работать в три раза эффективнее, в три раза больше выдавать продукции. Как это проверили? Ну вот, допустим, какой-нибудь стоит у станка токарь, и он делает болты. И положим, он делает 100 болтов за смену, и утверждает, что это предел, что больше он не может. Ему говорят, хорошо, сколько ты получаешь? Ну, выясняется, что получает он цент за 10 болтов. Чтобы было удобнее считать, цент за болт. Цент за болт. Следующий болт, там, 101-й болт, если ты за смену сделаешь, получишь за него 2 цента. За третий получишь 4 цента. И так каждый раз прогрессивно будет увеличиваться количество денег, получаемых за болт. Он сделал 300 болтов за смену. Может работать больше. Тоже проверяли с грузчиками, которые разгружали вагоны. 5 вагонов за смену, а если за 6 вагон мы заплатим двойную цену, а если за следующий вагон мы заплатим вам двойную цену от предыдущей, они 15 вагонов разгрузили. Многократно проверяли. Человек своим пределом считает в 3 раза меньше результат, чем тот, на который он способен на самом деле. Я на тренингах иногда предлагаю попрыгать на одной ножке участникам. Сначала говорю, сколько вы можете на одной ножке прыгнуть за минуту? Все такие, ну, раз 60, ну, там 100, кто-то посмелее скажет. Они начинают прыгать, и все прыгают больше в разы, чем думали, что смогут прыгнуть. Потом показываю секундомер, прыгали 30 секунд, а не 60. Они такие, как это может быть? Я говорю, так вы во всем. Вы думаете, что вы не способны на это, что вы вот это не потянете, что для того, чтобы освоить навык публичных выступлений, вам нужно какие-то годы. Ничего не годы. Все гораздо быстрее, все гораздо проще. Вы много раз в этом убеждались. А сколько раз у вас бывало такое, что вы думали, ой, это такой трудный разговор, мне наверняка откажут, будет сложно что-то там доказать. А на самом деле бам-бам, и все получилось гораздо легче, чем вы предполагали. Но те люди, которые не верят в собственные силы, даже не пытаются этого сделать, они не имеют возможности убедиться, что и это им по плечу. И седьмое препятствие на пути к успеху – самое простое для преодоления. Тут нет никакого психологического фактора, тут нет никакого проклятия, венца безбрачия или прочей непостижимой, неуправляемой мистики. Это просто недостаточные умения и навыки. Седьмое препятствие на пути к успеху. Человек хотел сделать собственный бизнес, но, блин, он не умеет читать деньги, он не знает, как писать отчеты, он не выдержал первую же проверку банка, он не смог, не умеет управлять людьми, он не знает, как делегировать, и постепенно все рассыпалось. Да, он хотел, он был полонамерен, но у него не было умений и навыков. Человек решил, что теперь он будет заниматься вот этим делом, но не умеет проводить презентации. Он ее готовил, готовил, готовил и провалил, как у одного моего клиента. 80 человек из 100 ушли из зала во время его выступления, он вчера об этом рассказал. Просто потому, что у него нет навыка. Чего ж проще? Выявить те навыки, которые вам нужны для достижения успеха и их подтянуть. Не подтянуть, а потом начать, а начинать и параллельно подтягивать. Я и мои коллеги много сделали для вас в YouTube, в онлайн-курсах, в оффлайновых мероприятиях, для того, чтобы вы могли быстро подтянуть навыки на необходимый уровень. Есть даже и бесплатные формы, одна из которых мой онлайн-интенсив «5 ключевых навыков будущего». 100% среди них есть те навыки, которые существенно продвинут вас к успеху. Заходите, участвуйте и двигайтесь дальше. Сейчас «lifelong learning» — это такой девиз, который можете написать невидимыми буквами, светящимися на вашей стене. Учиться нужно не время от времени, когда припекло. Это уже бывает поздно. Учиться нужно постоянно, предвидя те навыки, которые необходимо будет освоить, для того, чтобы добиться успеха, которого вы 100% достойны. И на канал-то подписываемся, правильно же, чтобы не пропустить новые интересные и полезные видео.